Пророк Идрис Алейхиссалям родился в Египте, в местечке под названием Муниф. У него было три имени — Хурмус, Идрис и Ахнун. Имя Хурмус означает «пишущий», ведь Идрис стал первым писать пером. Он много читал книги, оставшиеся от деда и отца, поэтому его назвали Идрисом. Он был третьим пророком и стал третьим по степени достижения мудрости, поэтому его назвали Мусаллас бин Нирма. У пророка Идриса, Алейхиссалям, есть десять особенностей. Первое. Он был пророком и посланником. Второе. Ему было неспослано тридцать сухуфов. Третье. Он первым начал изучать звезды. Четвёртое. Он первым начал писать. Пятое. От него берёт начало ремесло портного. Шестая. Он создал оружие для сражений. Седьмая. Первым начал борьбу с неверными для распространения веры в Аллаха. Восьмая. Он первым взял в бою пленных. Девятое. От него вошло в обычай носить шитые одежды. Девятое. Его живого забрали на небеса. После смерти пророка Шита, Алейхиссалям, прошло много времени, и законы шариата были забыты. Именно это явилось причиной того, что Идрис, Алейхиссалям, стал пророком и получил откровение. К этому времени даже многие верующие последовали за потомками Кабиля и потеряли веру. Отклонившись от прямого пути, они предались прелюбодеянию и бесчестью. И тогда Всевышний отправил к ним пророка Идриса, Алейхиссалям. В преданиях говорится, что до начала своего пророчества Идрис, Алейхиссалям, и сам не знал шариата своего отца и деда. Однако, видя совершенный порядок в окружающей природе и небесах, он был глубоко убежден в том, что у всего этого должен быть единственный Создатель. Только не знал, как нужно поклоняться. Он надеялся и ждал, что когда-нибудь Аллах сообщит ему обо всём этом. В один из дней он попытался объяснить небольшой группе людей из своего народа важность поклонения Всевышнему и убедить их в необходимости этого. Они по одному начали верить ему. Сначала уверовали семь человек, затем их стало семьдесят, сто и, наконец, тысяча человек. Из этих тысячи Идрис, Алейхиссалям, отделил сто человек, а из них выбрал десятерых. И только семь человек он позвал с собой, чтобы вместе с ним отправиться в степь. Этим семерым он сказал, «Я буду молиться Аллаху, чтобы Он научил вас обрядом поклонения, а вы скажете «Аминь».» Они положили руки на землю и помолились, но их молитва не была принята. Тогда они стали молиться, вознося к небу свои руки. Их молитва исполнилась. Аллах ниспослал им тридцать сухуфов. В этих книжках он сообщил им положение шариата и обряды поклонения. Став пророком, Идрис, Алейхиссалям, начал говорить на семидесяти двух языках. Он построил сто городов. Все люди уверовали в него и сплотились вокруг него. В шариате пророка Идриса, Алейхиссалям, содержались требования признавать единственность Аллаха, соблюдать справедливость, искренне поклоняться и не предаваться обману земных удовольствий, не подчиняться своему навсу, читать намаз, соблюдать пост, совершать полное омовение, бороться за веру, повелевать людям одобряемое и удерживать их от предосудительного, учить других основам шариата, не употреблять в пищу свинину и мясо собаки, не пить опьяняющие напитки, совершать жертвоприношения, а также другие повеления и запреты. Пророк Идрис, Алейхиссалям, поминал Аллаха 12 тысяч раз в день. Он беседовал с ангелами, был знаком с миром духов. Пророк Идрис, Алейхиссалям, говорил, что он 30 лет путешествовал по небесам и наблюдал за всем, что там находится. Он сообщил о пророках, которые придут после него, о потопе пророка Нуха, Алейхиссалям. Он покинул Египет и обошел все земли, а затем снова вернулся в Египет. Когда жизнь пророка Идриса, Алейхиссалям, приблизилась к концу, Аллах забрал его живым в небеса, и он стал обитателем рая. Из книги «История пророков».